Введение акцизов на фастфуд, ограничение рекламы вредных продуктов и развитие первичной медицинской помощи. Эти и другие вопросы системы российского здравоохранения обсудил депутат Государственной Думы Николай Герасименко. Партия «Единая Россия» разрабатывает проект «Здоровое питание», в рамках которого, подобно сигаретам, хотят ввести акцизы на вредные продукты и газированные напитки. Коррективы внесут и в закон о продаже электронных сигарет, вейпов и кальянов. Все требования, которые существуют к продаже сигарет, будут применимы и для этих гаджетов. Более того, в закон о местах курения внесли поправки о запрете курения в подземных переходах, коммунальных квартирах и на автобусных остановках. Также в рамках проекта «Здоровое будущее» за счет средств федерального бюджета продолжат оснащать медицинские учреждения автомобилями скорой помощи. А вот водители, которые не уступают дорогу неотложкам, будут платить штраф. Санкции вырастут до полутора тысяч рублей. Если нарушение приведет к гибели пациента, водитель, создавший помеху, попадет под уголовную ответственность. Кроме этого, партийцы создадут законопроект, по которому покушение на медработника будет приравнено к нападению на полицейского. Верховный суд уже поддержал такую инициативу. При нападении на медработнику подвергается опасность жизни не только медицинского работника, но и жизнь пациента, которому вызвали врача. «Представляете, у человека инфаркт или что-то еще, или ранение, приезжает скорая помощь, врач, его не пропускает или нападает на врача, может погибнуть и пациент. То есть под угрозой находятся две жизни». Отмечу, Алтайский край включен в проект по развитию санавиации. В ноябре этого года две вертолетные площадки построят в Барнаульском аэропорту и на Новом мосту. Благодаря этому станет возможным перевозить тяжелобольных из малонаселенных пунктов в медицинские учреждения края. Сейчас колоссально.